Может быть это правда, может быть это миф, что бесплодие сейчас растет в связи с тем, что ухудшается экология, и это касается прежде всего мужского бесплодия. То есть мужчины за рулем, мужчины за компьютер, мужчины сидят, в детстве мужчины в памперсах, и это перегревает весь их механизм репродуктивный. И в результате у них с каждым поколением, это действительно доказано во всех развитых странах, уменьшается количество живых сперматозоидов, подвижных, живых и способных к оплодотворению, но пока нельзя сказать, что именно из-за этого происходит какой-то рост бесплодия. Другие мифы о бесплодии связаны с тем, что женское бесплодие связано с аморальным поведением, с абортами и с инфекциями, и что вообще это все проститутки, и именно у них это все происходит. Что было с проститутками в царской России, я не знаю, потому что тогда на самом деле не было антибиотиков, и лечить по-настоящему сифилис все равно было невозможно. Но как вот я недавно почитала тоже материалы, в принципе уже были презервативы и были какие-то другие приспособления, и уже существовали в конце 19 века и те же самые аборты. Вообще бесплодие бывают первичные и вторичные. Первичные это, если ты с детства по каким-то там причинам, у тебя какие-то аномалии в организме, и ты вот так никогда, у тебя и не было беременности, не детей, а именно беременности. Плохое введение беременности и родов часто бывают причины. Бывают причины также то, что плохая диагностика всех этих заболеваний в детстве, и у мальчиков, кстати, и у девочек, у мальчиков даже чаще, потому что имя вообще, по-моему, в детстве, только сейчас недавно приняли программы, чтобы имя заниматься, андрологические какие-то. А так вот само это название, врач-андролога, но как-то недавно совсем еще звучало как что-то дикое. Получилось, что аборт где-то только на восьмом месте стоит как причина бесплодия. Большая часть причин совершенно другие. Что касается инфекций, они связаны далеко не всегда с, так сказать, незащищенным сексом, они могут быть связаны с огромным количеством других причин. А вот тут, наоборот, существуют мифы, что там не сиди на холодном камушке, одевайся тепло, это все совершенно неважно. Есть целые народы, например, те же англичане, которые с детства держат детей в холоде, и ничего у них не выше совершенно, все эти инфекционные заболевания, и бесплодие у них не выше, а все то же самое, как и у всех. Вспомогательные репродуктивные технологии или новые репродуктивные технологии, как их иногда называют, это оплодотворение в пробирке является как бы основной и самой известной. Но кроме этого, да, собственно, существует более давно такая вещь, как искусственное осеменение. Вот это вот, кстати, о том, как связаны импотенции, то есть мужская неспособность к сексу, и бесплодие. Они связаны очень опосредованно, то есть иногда почти никак. Есть еще донорство все-таки и суррогатное материнство. Донорство – это когда по тем или иным причинам яйцеклетки берутся у нее самой женщины. Ну, самая простая и самая трагичная причина, когда у нее, допустим, просто нет яичников. Или у нее, наоборот, проблемы с маткой. Ну, вот как раз она попала в кулак к плохим врачам, у нее первая беременность закончилась плохо, и более того, ей пришлось еще и матку удалить. Или у нее внутри, внутренний слой матки такой, что там какие-то заболевания зародышнее прикрепляются. И тогда можно использовать суррогатное материнство. Этически это очень нагруженная тема. Что женщины предпочитают и как они мыслят свое родство со своим ребенком. Потому что у мужчины так или иначе получается, что либо это мой ребенок генетически, либо это мой ребенок только социально, если он от донора, но я его ращу. Ну, это очень похоже на усыновление. Но если это ребенок еще и от любимой женщины, то это как бы проще, наверное, он частично мой. У женщин какие-то аналогичные процессы тоже происходят. То есть она думает, вот донорская клетка, но это ребенок моего мужа, я буду его любить. Более того, она еще думает, я рожу его своей маткой, своим телом. Материнство в биологической части это родить своим телом. Вот носить в себе, чувствовать шевеление, роды пережить и кормить грудью. И вот если все это происходит, а это такой длительный процесс, ты с ним сродняешься, то все это твой ребенок, а гены вот эти все, ну а кто их вообще когда видел, если только под микроскопом? Это, конечно, немножко искусственная конструкция. Очень много тут зависит от диагноза. То есть от того, вот перед выбором, или у тебя будет суррогатная мать, или донорская клетка, очень мало кто в жизни стоит. Но подумать об этом, если ты уже давно в этой теме, в этих репродуктивных технологиях, возможности есть. Пациенты это обсуждают друг с другом. Женщины, которые используют суррогатное материнство, они иногда пытаются наладить с суррогатной матерью такой контакт, который действительно похож на какое-то вот увлеченное отцовство. Они ходят с ней там на УЗИ, они гладят ее по животику, они чувствуют шевеление этого ребенка, они присутствуют при родах, и типа прямо вот им на руки этот ребенок в идеале может родиться. Исторически так сложилось, что считалось, что бесплодным в принципе может быть в основном только женщина. То есть то, что мужчина бесплоден, даже если почитать там какие-то биографии царей и так далее, у которых дети не рождались, они обычно брали там новую жену. Считалось, что если у мужчины нормально работает его репродуктивный аппарат в сексуальном смысле, то он не может быть бесплоден. Хотя это, конечно, совершенно не так. Вообще медицинский стандарт такой, сначала исследуем мужчину. Но мужчины очень часто не хотят туда идти, не верят в то, что это может быть с ними связано. И женщины, собственно, не думают, что это может быть с ними связано. И она проходит через все обследования, только потом уже приводит своего мужа или вообще приносит, так сказать, вот продукт его жизнедеятельности в баночки, потому что он, в принципе, туда не хочет приходить. И оказывается, что все-таки проблема в нем. И вообще именно мужское бесплодие все-таки растет сейчас немножко. Или его диагностика растет, поскольку обследовать все население в этой области пока никто не пытался. Международная такая есть классификация болезней. Так вот там есть даже диагноз, который звучит так. Женское бесплодие в связи с мужским фактором. Женщина больная мужским фактором бесплодия. То есть женщина при этом абсолютно здорова. А на самом деле вот проблема с ее мужем. Но поскольку обращается она, то как бы и диагноз ставится ей. Врачи очень часто в таких случаях говорят, ну а что вообще ты, поскольку приходит женщина, мужчина вообще об этом не говорит, не думает, он боится что-то сказать. У мужчины бывают очень серьезные психологические проблемы, когда вот что-то такое она себя понимает. Ну так вы сходите налево, говорит женщине врач. Так было еще очень недавно совсем. Или когда стали развиваться современные репродуктивные технологии, они говорят, ну вот донорская сперма, отличный способ. Донорская сперма Донорская сперма